выйди из комнаты привет ребята так сейчас посмотрим чтобы у нас эфир начался на ю тубе так все на ю тубе запущен только я не вижу на каком канале поэтому я не смогу смотреть мне не показывает все или загорел или раскраснелось да все ребят задавайте вопросы и здесь и в ю тубе но сразу же хочу предупредить чтобы было понятно у нас просто дождь идет на улице вот только-только прибежала хочу сразу же предупредить что возможно эфир в инстаграме сохранить не получится а на ю тубе он будет сохранен почему в инстаграме не получится ну да сейчас расскажу как ведрусь и прошло все как-то что-то и что-то инстаграму я стала как-то неугодна вот и инстаграм мне не дает stories и выставлять то есть вот перед перепостить что-то я могу это не через раз свои stories он у меня убирает эфиры вот я веду и в закрытой группе вчера в клубе мы провели с ребятами эфир но не сохранился то есть мне инстаграм не дает сохранять эфиры и какая-то вот такая вот штука идет что помимо всего этого у меня получается что люди которые подписываются за ночь инстаграмм отписывает человек по 10 аккаунтов вот вот так вот как то идет что что-то видимо я не то говорю что нужно вот поэтому вот такое вот вот так вот инстаграм работает поэтому если что ребят не теряйте я делаю анонсы еще в телеграме в телеграм-канале все наверное знаете да что у нас есть бесплатный абсолютно телеграм-канал где ребята делятся своим опытом где там мы выкладываем какие-то тоже что у нас будет как у нас будет какие-то анонсы вот потому что в инстаграме все по марафонам инстаграм у меня стер все всю информацию какие будут слеты еще что-то все тоже стер вот сейчас мы прицепили сейчас битрикс туда вместо топлинка потому что топлинку он полностью удалил наш не знаю сколько продержится битрикс так что если что не теряйте знаете что у нас еще есть две школы автономии специально сделали эти аккаунты потому что инстаграм их тоже удалял и телеграм-канал телеграм-канал у нас два телеграм-канала школа автономии большими буквами если что присоединяйтесь и если что запрашивайте буду отправлять всем вот как бы это первоначальные такие новости привет жанночка да вот так и рим присоединясь да и ребят про ведрусь и расскажу съездили мы много было человек я если честно даже не ожидала что будет столько народа ребята молодцы за такое короткое время при им удалось столько столько всех собрать даже прилетели из-за рубежа люди поэтому очень было интересно но я к сожалению осталось не смогла остаться надолго то есть я прилет на приехала туда где-то пол третьего у меня сразу же началась лекция и получилось так что мы только три раза отдохнули то есть практически сутки кроме меня и рим и там вообще никого на сцене не было то есть мы все вот как то так получилось что практически сутки мы вещали вот то есть рассказывали будут записи обязательно записи выложим мы тоже выложу выложим мы на youtube канале на моем смотрите вот единственное мы не выложили если мы не выложили то что у нас была ночь депривации потому что в деприват в ночь депривации я рассказывала те вещи которые не для всех не для общего пользования поэтому вот немножечко вот так вот так на чистых сделай эфир с тимошенко славы интересный парень ну мы с ним как как-то были в одном чате длительное время потом когда начали в глубоких практиках мы практически в одно время с ним начали практиковать он своим путем я своим путем и вот я в том в тот в тот момент вышла из всех чатов я была в своих в погружении с самой себя поэтому вот очень долго ни с кем не общались ну я не знаю стоит ли совместные эфиры делать с кем-то посмотрим если будет запрос конечно же сделаем маша молодец да здорово она тоже вот вы говорите что взорвала взорвала эфир вот единственное ребят очень у меня сейчас запросы такие что мне говорят а как у вас физика как вот 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 я например на стольких-то днях а у меня слабость вот я настолько вот у меня уже такой-то день и у меня вот слабость а вот посмотрите на машу ребят давайте никогда не сравнивайте себя с кем-то во первых у всех очень индивидуальные процессы они вот настолько индивидуальные во вторых нужно учитывать возраст маша молоденькая девочка ей 20 с копейками она у нее организм он еще только в стадии созревания маша профессиональная спортсменка она и до этого занималась достаточно глубоко физическими упражнениями не сравнивайте себя если вы всю жизнь жили как-то более-менее размеренно то не говорит о том что если вы зашли на какие-то на сколько-то чистых дней что вы сейчас вау вы просто там олимпийские чемпионы вам вообще в подметки не будут годиться нет ребят давайте будем все-таки ориентироваться только на самого себя сравнивать себя каждый день самим собой и я именно поэтому вам рассказываю но чаще всего конечно это в клубе но тем не менее в открытой информации мне тоже очень много эфиров я рассказываю пошагово что у вас может быть и как цель как это преодолевать именно для это я вам для этого я вам рассказываю пошагово не чтобы вы смотрели думали о вот вот все огонь вот у них вот так вот у них вот так и у меня должно быть также не всегда так наблюдайте за собой вы становитесь каждый раз чуть лучше если вы у вас чуть побольше ну побольше возраст чем у других там людей которые могут на каких-то более длительных сроках быть то пожалуйста не забывайте об этом что вы немножечко грязнее ваше тело чем у молодых девочек не надо себя сравнивать с ними сравнивайте только с самими собой это очень важно потому что когда вы начинаете себя сравнивать с кем-то другим тем более привет дашуль тем более с теми людьми которые в два в три раза моложе вас то у вас просто идет разочарование к самому себе зачем вам это вы становитесь каждый день лучше каждый день в то что вы вообще вот в этой сейчас сфере начали крутиться это говорит о том что вы идете своим путем не на чей путь не не опираетесь вот и наверное я бы хотела это сказать к тому потому что я сейчас уже у трех человек увидела просто разочарование что они себя не смогли сравнить с тем или с иным человеком ни в коем случае ребят у них свои процессы у вас свои процессы если вы до того как вы начали практиковать автономные дни если вы до этого были спортсменом то вы и в автономных днях будете спортсменами и у вас еще больше откроется энергия если вы до автономных дней вас привлекала например наука например история например еще что то то в автономных днях это у вас распакуются еще больше это не говорит о том что вы забросите свои книги свои знания свои навыки и пойдете подтягиваться по 48 раз на указательном пальце это говорит о том что ваши данные ваши способности будут еще больше и больше распаковываться то что есть вас а вы уникальны вы не как тот либо тот вы есть единственный в единственном лице в единственном числе это великолепно и поэтому давайте ни на кого не будем ориентироваться если кто-то предложит какие-то эфиры провести мне с кем-то то я с огромным удовольствием я достаточно открытый человек наверное уже многие в этом убедились я с огромнейшим огромнейшим удовольствием проведу с кем-то эфир вот но навязываться конечно же я не люблю потому что если кто-то не хочет если кто-то хочет индивидуально какие-то эфиры то как бы ради бога самое главное чтобы мы делились своим опытом чтобы люди знали и могли смотреть я алкоголиком был круто вот видишь как у тебя вот ты можешь рассказать зато про свою счастливую веселую жизнь на других планах потому что то что ты видел я думаю что никто не видел вот поэтому ребят только сами за собой наблюдаем вот и ведрусь и мы приехали туда во первых там настолько было все душевно во первых там не было интернета вот и это это очень здорово никто не отвлекался на телефоны там были свои нюансы отвлечения но это мы вообще опустим потому что у каждого слета должны быть видимо какие-то свои небольшие тайны мы были в таком в доме такой купольный дом детишек было много и там посередине были качели там качались и взрослые и дети но это конечно было вообще бесподобно дети там бегали веселились там такие были музыканты ребят это вообще было что-то с чем-то но мне кажется что я таких музыкантов вообще видела первый раз может быть я их мало видела может быть я мало слышала но мне кажется они вот все делали настолько в унисон они настолько чувствовали все пространство они знали когда нужно какую какую музыку им сыграть они знали какой ритм и какая какая какой должен быть звук погромче потише они даже посвятили мне песню у меня она записанная в stories и выложила чуть-чуть вот мне было настолько приятно это это для меня было прям такое ну вообще у меня такого раньше не было никогда правда скажу поэтому для меня это был просто взрыв вот познакомилась со многими людьми познакомились со всеми кто там был и настолько у всех свой индивидуальный и интересный путь это просто вообще что-то с чем-то вот и сейчас ребят еще вам хочу сказать что у нас 14 февраля у нас будет детокс марафон в сочи и мы максимально количество людей приглашаем туда на и если кто-то не может по каким-то причинам что касаемо финансов давайте мы будем индивидуально это обговаривать потому что очень хочется создать максимально единое поле максимально чтобы мы все начали друг другом общаться потому что вы даже не представляете некоторые даже не представляют что насколько они уникальны и ценны для другого и просто это закупоривают себе и мне так обидно когда вот это вот есть мне просто хочется всех раскрыть максимально вот потому что ребят я наверное может быть как-то сейчас как-то очень громко заявлю но тем не менее на сегодняшний день я могу сказать что все индивидуальный подход да римочка на сегодняшний день я хочу сказать может быть мне тут мне почему я задумалась говорить вам это или нет все-таки решила сказать когда вот это вот инстаграм мне уже начали писать что моя страница в теневом бане уже посмотрели что на меня идут жалобы и что там еще что-то мне написал в общем один мужчина он говорит если кто-то умеет я может быть как-то коряво сейчас скажу давайте просто своими словами чтобы не лезть туда и не перечитывать в общем он сказал что вот можно как-то посмотреть если простыми словами насколько заряжен эфир или not то что что кто-то что-то несет и сказал что есть от того что я говорю вещаю даже в эфире есть какие-то свои определенные вибрации которые действуют на определенные на определенные доли мозга человека на правое левое полушарие и наверное мне это стоило задуматься потому что вот когда я выставляю вот эти вот отзывы у себя в инстаграм на ютубе мы выставляем да в битриксе вот на нашем школе автономии выставляем я же их выставляю ребят не для того чтобы похвастаться мне конечно это очень льстит но я их выставляю для того чтобы вы видели что действительно работает и что действительно люди которые некоторые люди которые никогда не были на сухих днях некоторые люди которые никогда не были вообще вот в этой вот атмосфере они просто после марафонов после консультации после эфиров после вот этого даже нашего нашего бесплатного телеграм-канала, они идут сейчас на такие сроки, у нас Марк, который вообще был всеедом, вы посмотрите, какие у него результаты, просто бешеные. И это действительно так, мы создаём то поле, которое работает с лёгкостью, и после которого вы уже никогда не будете прежним. И я вам всё-таки, вот, я не знаю, насколько я смогу вот дальше давать вам вот эту вот энергию, которая у меня есть, насколько я вам дальше могу давать то, что у меня сейчас есть, я вам отдаю это всё вот до последней капельки с огромным удовольствием, поверьте. Но это, может быть, закончится завтра, а может быть, я уйду на какой-то другой уровень, и мне не захочется это делать, а может быть, я с вами ещё останусь здесь на 5, 10, 100 лет, мы же не знаем, поэтому, ребят, вот пока у меня это есть, пока вас это ведёт вперёд, пока у вас после моих встреч в любом формате нет зажёров, они действительно уходят, пользуйтесь мной. Конечно же, в хорошем смысле, но я с огромным удовольствием вам это всё даю. Вот, может быть, ещё что-то вот это вот влияет, поэтому, ребят, я с огромнейшим, огромнейшим удовольствием даю вам то, что есть у меня. И поэтому, конечно же, если вы хотите приехать вот на этот детокс-марафон, потому что следующий, который будет в марте, он будет всё-таки, наверное, выборочный, чтобы люди уже понимали, потому что он будет с глубокими-глубокими практиками, и мне хочется, чтобы люди уже всё-таки самостоятельно брали на себя ответственность, потому что назад дороги не будет. Она будет великолепная, но она будет абсолютно другая, она будет абсолютно иная, вы будете абсолютно иными. Поэтому, кто хочет приехать на марафон 14 февраля, пишите. Мы вопросы с финансами, я думаю, мы совместно это уладим, потому что эти вопросы для нас должны быть вообще абсолютно второстепенными. Первостепенными у нас с вами, наверное, это должно быть наше общее поле, которое мы просто перевернём мир. Вот. И я бы хотелось… Так и есть. Заряд и эффект идёт твоих эфир работать в любом формате. Да, я бы хотела, ребят, ещё чтобы… Сейчас у нас ещё, чтобы присоединилась Рима, потому что Рима осталась на весь слёт. Вот. И она, чтобы рассказала свои эмоции. Вот. Так, Ланочка пишет, что-то у неё подвисает. Хочу… Привет, возможно. Я хочу… Макула ехать, Европа. А куда ехать? Сочи? Сочи, Сочи. Сочи. Пишите в личном шаге. Привет, Римочка. Ты у нас опять в депривации вообще не спишь. Я смотрю, ты уже… У нас какую ночь, да? Всё, так и всё. Мне тоже несколько ребят написали, мне говорят, мы не можем выйти с депривации. Больше недели. Сегодня ребята, с которыми я так якобы ночевала, да, вот там же, где мы были со Светой в Ядрусе, через одного написали, что лежал, но не спал. То есть вот так. А это что-то прыгает. Меня слышно? Да, да, тебя слышно. Да, всё хорошо. Европа будет пока у нас, пока мы только вот по России, ребят. У тебя слышно, Рим? Ты не останавливаешься у нас. У меня, по крайней мере. Там какая-то звезда стала летать на эффектах, и я хочу поменять. Не пойму, что это. У тебя есть такой вокруг нас? Нет. Рук бегает сверху, да? Нет. Ой, фокусы вообще. А вот сейчас вот ушло, да. О, а теперь я вообще. Такая, какая я буду на проноедении, Света. Посмотри сейчас на меня. Да ты у меня вообще красотка всегда. Круглосуточная, красивая женщина. Спасибо огромное. Ребят, я хочу отметить, что как важно заниматься любимым делом. Ещё там в начало пандемии я вообще была в таком страхе, что же я буду делать, когда я буду, ну, как бы изолирована, если вдруг нас никогда не выпустят, скажем, из наших квартир, домов и так далее. И вот этот вот переворот, вот этот вот период, он, я думаю, многим пришёлся на пользу. Мы научились вещать, мы научились, мы нашлись, вот скажем, как. Ребят, ну что, что говорить про мои ощущения? Про твои ощущения. Расскажи, какой у нас там был великолепный шаман. И он, кстати, ребята, приедет к нам на детокс. Может быть, не на весь, но он у нас там пошаманится своим огромным бубном. Ой, ребят, я тоже хочу сказать, ну, давайте раз так, то начнём. Да, у нас был такой интересный человек, человек Митрий, Дмитрий. Вот, и он, ну, очень-очень глубокий человек, несмотря на то, что они со Светой где-то в одном проспортном возрасте, я могу только догадаться. Вот, но настолько он, он такой, знаете, он действительно, он глубокий и спокойный. Вот, и когда мы депривировали, у нас было столько времени, и мы во что только не практиковали, во что только мы не играли. И потом вдруг он говорит, а у меня есть шаманский бубен. И вот там всё началось. У нас там просто, мы уже и так приехали, неизвестно какой вообще чудесный портал. И когда начались практики с бубном, это было огромнейшее покружение. Ну, конечно, мы успевали, так скажем, переключиться, выспаться там 15-20 минут, пока он там. Потом была сказка-терапия, это было что-то. Ну, в общем, это была невероятная ночь, волшебная ночь, которую, даже не знаю, надо ей дать название. Митин на ночь будем называть её, да? Вот, и после этого мы вместе со Светой одновременно влюбились, не говоря друг другу, потому что было некогда об этом признаться, и потому что Света потом рано утром уехала. Вот, но мы его уже пригласили, и он больше сказал, да, чем нет. Единственное, что у него были планы, и поэтому он будет думать. Ну, по крайней мере, я думаю, что на 2-3 дня он сможет приехать. Ну, на один это однозначно. Поэтому сейчас идёт работа, что, естественно, сегодня все, знаете, как все укладывают свои эмоции, информацию, практики по полочкам. Это всё делает, любит ум наш умный, поэтому ему надо несколько ночей ещё перегнать, перемолоть эту информацию, обработать. Вот, у нас ещё будут интересные люди, и сегодня Пётр дал добро. Слышишь, да, Света? Он уже прилетает в воскресенье, он уже 13-го будет в Сочи, а сегодня он ещё не улетел к себе домой, и он уже в аэропорту понял, говорит, я понял, говорит, я ещё не улетела, я, говорит, уже должна вернуться. Да, ребят, поэтому у нас будет, это будет не просто детокс, это будет у нас, наверное, такое сборище, ух, прям шаба, что там вообще будут отдыхать. Да, сборище, да, именно так, сборище такое, знаете, опытных мастеров и людей вообще с открытым сердцем. Я хочу отметить, значит, я боюсь забыть про наших любимых организаторов, вот сейчас я держу пальчик, чтобы точно не забыть, и знаете, я хочу сказать, что я так давно, и Света это тоже подтверждает по своим ощущениям, я так давно не купалась в беззаботности, и знаете, я только подумала, а, возможно, у меня был ангел, возможно, у меня был ангел. Помнишь, я тебе рассказывала про одного парня, который тоже с нами будет, что я только что-то подумала, я только ещё не поняла, что мне холодно, а он мне уже давал все возможные инструменты, чтобы было комфортно. Всё понятно. А там знаете, что оказывается, Светочка, ты этого не знаешь, были назначены ангелы. Вот. Я эту практику проходила. Её очень хорошо сделать на каком-либо из наших вещей. И поэтому там… Вот я проходила, когда становилась учителем в Индии, я проходила месячный такой курс подготовительный, именно предучительский ещё, и у нас назначены были ангелы. Это практика великолепная, поэтому человек только что-то хотел, и уже всё сбывалось. И когда мы там ходили на экскурсию, моя подруга, с кем я познакомилась, она только захотела, чтобы у неё была какая-то пихта. Их там много разновидностей, чуть ли не сто разновидностей, и выращивают старожилы. Вот. И он пошёл и купил ей росток, принёс горшочки. Вы понимаете? Это просто что-то. Поэтому мы, когда приехали, там они уже за полторы суток, за полтора дня, они уже это поле раскрутили, любви и заботы. И мы приехали, мы думаем, а что же нам так хорошо? Вы понимаете? И потом вот это я узнаю на финальном дне, когда они сели обсуждать. Они это назвали игрой, а это была такая маленькая жизнь, друзья. Вот. И я вспомнила, что я поняла, не то, что я в этот момент давала интервью, я поняла, о чём они говорят, что это на самом деле, это как раз-таки они обсуждают эту практику. И как все удивлялись, я думаю, почему они не дают нам записаться, потому что у них куча эмоций. Когда каждый из них узнавал, кто был его ангел, понимаете, у них был такой восторг необыкновенный. Вот. Ну, в общем, организаторы, милейшие, милые, хрупкие девушки со своими мужьями в поддержке, со своими друзьями, со своими единомышленниками, волонтёрами, людьми, которые живут в поселении, в ближайших поселениях, потому что в Северском районе очень много поселений, они настолько рады всегда гостям, потому что каждый раз, кто приезжает к ним, кто-либо остаётся и начинает жить на одном гектаре земли. Понимаете? Потому что там создаются семьи, не без этого, что люди, как говорится, понимают, что кто-то всё-таки не сошёлся, но это место очень быстрого становления и быстрого осознания, потому что, ребята, вот я трое суток была без связи, это кайф, это кайф, просто нечто. И сегодня, зная, что я вот пока ехала в поезде, я всё это вот пересматривала, отвечала и так далее, я приехала, и на три часа зависла в ванной, чтобы я столько была в ванной, да никогда. Ну, конечно, я её, так скажем, как она у меня, она у меня охладилась до температуры, не знаю какой, до прохладной, но я просто-напросто не могла вылезти из воды, потому что всё захватывало, и вот этот вот, опять-таки, вот этот, я не знаю, как его назвать, с этими гаджетами, вот эта привычка, этот, я не знаю, синдром болезни, вот это точно пандемия, друзья. Вот, но опять-таки, плюсы и минусы, атомная бомба была создана в мирных целях, но её использовали в плохих, да, так и здесь, интернет даёт нам сейчас возможность с вами, с любых континентов, с любых точек общаться и вещать. Хорошо. Вот, и я ещё хочу отметить несколько моментов. Когда мы депривировали, несмотря на то, что Светлана была всего один день, даже не полный день, мы приехали в Попед, и одну ночь, но за ночь, мало того, что у нас было море практик, у нас были игры, у нас были танцы, у нас были хороводы, у нас был ручеёк с различными моментами, там просто вообще, и у меня для вас есть ещё две. Да, вот это. И в пять утра мы пошли пешком купаться. Грязи там, знаете, я не знаю, как золото на приз, как золотых, наверное, там грязи выше щиколотки. Мы, конечно, нас надели сапогами, заехали на рынок, оказывается, там Света вообще не по формату приехала, да, с Тихоном, вот. Но этот процесс уже вошёл в какую-то медитацию. Мы уже знали, где очень скучно как идти. Мы ни разу не упали, я вам скажу, да, Светуля? Вот. Мы пошли очень далеко и очень темно, там же вообще света нет в поселении. Все живут либо там на каких-то аккумуляторах, как это называется по-русски, на бензиновых, которые там это крутят, генераторы, вот, и свечи. Вот. И мы пошли к компании, парни, девушки, парни нас ждали, мы зашли в баню, которая была еле-еле тёплая в предбанник, там переодевались, и там такая была великолепная купель, круглая, прекрасная купель, знаете, ну, прямо вот так вот, может быть, даже по кончику моего, скажем, выдающегося носа. Вот. Вы знаете, это была просто вода родниковая, и поэтому это были необыкновенные ощущения. Света, добавь, пожалуйста, иначе я уже всё, сейчас уже интернет перестанет работать. Да, у нас там будет до того, что у нас там с нами пошла девочка, ну, девочка, женщина, вот, и она говорит, ой, я, говорит, приехала сюда, у меня, говорит, температура, я думала, я вообще не могу сидеть, не смогу сидеть. А тут, говорит, что-то, говорит, я с вами так разошлась, так разошлась, ну, чтобы я, говорит, ещё купаться пошла. Я вообще, говорит, даже не предполагала. Вот. Поэтому, конечно же, ребята, то когда мы вместе, когда мы тем более не просто общаемся, мы даже, мы даже когда общаемся с вами через экран, мне кажется, там вообще искры идут, а когда мы с вами вот в одном пространстве, вы не представляете, что происходит. У нас даже удивились организаторы, что у нас на ужин и на завтрак никто не пошёл. У нас все остались без еды, никому ничего не нужно было. Остались все практически, только кто с детишками ушли в другой дом. Практически все остались в нашем большом доме, где мы проводили депривацию. И просто некоторые тут же ложились, немножечко поспали и к нам присоединялись, потому что у нас там, я говорю, были и танцы, и какие-то игры, и рассказы друг другу, что-то рассказывали. Это было настолько, было всё волшебно, и у меня даже, когда мы уезжали, мне сын говорит, мам, может ещё останемся, ну может ещё, может как-нибудь это. Я говорю, да ты не переживай, мы сейчас будем часто встречаться. Вот. И ещё, ребят, мы, конечно же, вам сейчас пока не буду, говорит, но я вам затравочку дам. У нас тут готовится такой проект, и я думаю, что мы уже его более или менее сможем озвучить после детокс-марафона в 20-х числах февраля. Я думаю, вам это очень-очень всем понравится, потому что, ну, мы, конечно, только за то, чтобы передавать, передавать, передавать свои знания, свои навыки, свой опыт, и всем быть максимально в одном пространстве. И мы для этого сделаем всё возможное. Да, ребят, на самом деле я прям чувствовала, что поездка туда даст какую-то перезагрузку и новый взгляд. И каждый человек, который там был, не было ни одного человека, который бы был неосознанным. Эта земля не пустит никогда людей, которые, ну, скажем, с какими-то, наверное, не очень хорошими намерениями, либо человек даже с намерениями может быть направлен сам туда, но по дороге, я думаю, что всё меняется, потому что любовь, она обезоруживает, любовь делает людей добрее, любовь делает людей вообще настоящими, понимаете, уходят эти страхи, которые позволяют делать людям делать нехорошо. Вот, вы знаете, там тоже все были в процессах, потому что кто-то был на депривации четвёртый, третий день, кто-то второй. У нас есть молодой человек, Пётр, да, он, значит, уже неделю на депривации, ой, депривации, на сухих днях, на сухих днях, пардонте меня, и, знаете, он не собирается выходить, когда он к нам приедет, он говорит, я уже всё, я в переходе. Он сегодня со Светочкой вот имел возможность пообщаться, пока был в аэропорту, и вы знаете, это просто, это просто невероятное что-то, потому что эти люди, эти люди настолько, не знаю, красивые, молодые парни, свободные девчата, понимаете, не загружены, извините, похотью, да, они понимают, что они могут быть всемогущими, понимаете, они могут быть, они понимают, что они могут быть бессмертными, у них огромнейшие цели амбициозные, вот, и это просто невероятно, одну нюночку, сейчас вот так сделаю, вот, это просто невероятно, что такие люди доехали, понимаете, они все приехали из разных концов и даже из разных стран, вот, и я думаю, что вот этот чат, Сегодня очень много, вы видите, пришло, да, вчера, сегодня. Люди, которые узнавали про школу автономии в Телеграм нашем канале, пришли, пришли на, вот как раз на нашу платформу, и им как раз-таки интересно, потому что они многие шли в одиночку. Есть девочка, которая просто с кем-то там созванивалась, и всё время от времени. А представляете, какая мощная поддержка у нас идёт здесь. Здесь эфиры, поддержка письменная, голосовая, все друг друга. Понимаете, как мы просто, я не знаю, у меня мурашки по коже, у меня просто не перестают они проходить, чтобы вот это ощутить. И вот я поняла одно, что на самом деле мы все сейчас вещаем. Вот знаете, я сегодня открыла Инстаграм, где-то очень поздно, в Инстаграм позже всего я зашла. И я смотрю, все мои наставники вещают, все люди, которые там ещё вчера молчали, которые там ещё вообще не знали, как и что, хотят поделиться тем, что уже работает. Понимаете, что они только вчера узнали, и они уже хотят сделать этот мир лучше. И я поняла, что мы сейчас все вещаем отовсюду, чтобы каждый мог услышать своего соседа, своего друга, своего родственника. И потом мы просто объединяемся в одно огромное сообщество. Друзья, вы представляете, это и есть полное государство на планете Земля, единое. Я это точно понимаю, вижу, и это вот близко к этому. Потому что с теми, с кем мы познакомились из организаторов, я сегодня списалась, я размещу, что прислали они нам сегодня мне в переписке. Я, Светочка, тебя отправила. Не знаю, успела ли ты сейчас до эфира увидеть. По-моему, в WhatsApp уже со всех сторон переписываемся с тобой. И вы знаете, как это приятно, что мы на самом деле нашли единомышленников, и они нас нашли, и мы их нашли. Я говорю, нас — это не нас только со Светой, друзья. Они нашли всю школу автономии. Вы понимаете, о чём? И мы, когда рассказывали, я не переставала говорить о том, что подписывайтесь, школа автономии, чат, где все идут, кто только заходит, кто только смотрит, слушает, и потом, говорю, это идёт просто в цепной реакции. Это такая здравая, всемогущая болезнь, понимаете? Болезнь всемогущих автономов. Переходить и получать новое состояние. Ребята, я точно знаю, что у меня теперь стимул точно депривировать, потому что уже отвалилась эта еда. Я хожу и думаю, нет, я не зайду даже, где у меня яблоки лежат. Вы понимаете? Потому что теперь я назвала столько гостей, пока я ещё в горячем ключе. И мне нужно обязательно освобождать место, что если их приедет там 5, может быть, 10 человек. Понимаете, как? У меня есть стимул слушать эфиры и проводить эфиры, и убираться одновременно ночью, потому что на самом деле я скажу ещё кое-что. Можно, Светочка, про Zoom сказать? Давай. Пора. Пора. Вот, я скажу, и сегодня мы пришлём вам ссылку. Вот, так как мы тоже живём по некоторым, скажем, я не знаю, как это сказать, по нам, по правилам, как хотите, мы тоже любим красивое. И не только вот, когда мы видим что-то живое из земли, мы любим красивые цифры, друзья. И когда наступало 2.02.2022, мы понимали, что нужно что-то делать. И кроме того, что я здесь с вами, до знакомства со Светочкой, я уже была с другими людьми, которые очень давно в автономии, 36 лет в сыроедении. 5 лет на соках. Со сном только, может быть, 1 час, скажем, суммарно сутки. Понимаете как? Вот. И я хочу вас познакомить со своими друзьями, которые сейчас, мы теперь объединяемся, понимаете? Это и Друсси, это вот действительно наш чат. И мы создали проект под названием «Браво». «Проект Браво». А это международный проект, потому что мой друг, очень хороший друг, я его люблю, обожаю. И мой наставник в какой-то мере по пути к автономии, когда я ещё не была готова, знакома со Светочкой, вы знаете, Чарльз «Браво» создал этот проект, потому что раньше мы были в Зуме где-то полтора года, даже больше, это я только была там с ними. И был год вот этого становления в другом формате, и теперь мы в другом формате создали… Я вижу, что я плыву. Нет, я, наверное, быстро говорю. Говори, говори. Мы в этом формате открыли Зум, вещание, где люди могут слушать, общаться, спрашивать, подключаться, делиться с 10 вечера по Москве с 22 часов каждый день, как он и был. Но пока у нас формат был максимум с 10 вечера до 11 утра. Потому что потом наступает день в основном, хотя к нам присоединилась и Америка, и Англия, потому что Чарльз живёт в Англии. И вы знаете, друзья, сегодня я хочу вас пригласить, потому что сегодня будет тоже фееричный эфир, и я думаю, что вы очень обрадуетесь. Сегодня для вас двойная радость, потому что мы пригласили на то, чтобы она пришла вместе с нами к вам в гости. И вот Светлана сегодня будет в эфире рассказывать также о Ведрусе, о том, как мы были на слёте, о том, какие инсайты у неё ещё вспомнятся, потому что это всё, друзья, ещё нужно время, чтобы устаканилось. И пока у нас эти свежие эмоции, пока у нас есть вот то, что вы можете вот просто получить от нас и принять это как вот прекраснейший такой волшебный дар, приходите сегодня в 22.10, мы включимся, потому что в 22 мы заходим, но некоторые также из вас могут быть вдруг неавторизованными, и тогда мы сможем, а 10 минут имейте на то, чтобы все зашли, все смогли там поставить фотографии, поставить правильные имена и так далее. Поэтому Zoom сегодня будет вам отправлен в чат, цифры тоже мои. И кто ещё занимается нумерологией, астрологией, по цифрам, пожалуйста, можете добавить, мы готовим эти цифры для того, чтобы шло всё на объединении, процветание каждого из участников, друзья, хорошо? Да, и по ссылочке, ребят, в Инстаграме, Инстаграм не даёт ссылки скинуть, поэтому я не смогу сделать это, но в Инстаграме, в шапке профиля есть синенькая строчка Bittrex, и вот кто ещё не подписан на бесплатный чат в Телеграме Школа Автономии, через Bittrex, там можно войти и подписаться, вот этот чат Школа Автономии, большими буквами в Телеграм-канале, и там ссылка в Zoom есть, поэтому приходите, присоединяйтесь в Телеграм-канал Школа Автономии, и там ссылочку, мы сегодня её прикрепим вверху, чтобы вы сразу же уже могли по ней заходить, чтобы вы не искали всю переписку, не бегали, вот, вверху закрепим её, заходите туда, чтобы понять, как будет скинуть фото и имя. Фото и имя, когда вы будете авторизовываться в самом Zoom, то вас просто там попросят, если у вас уже есть Zoom, вы, скорее всего, уже там с фотографией и со своим именем. Вот так вот я понимаю, правильно, да, Рим? Да, да, мы сейчас, смотрите, да, ребята, сейчас, когда закончится эфир, буквально в течение пяти минут Светочка его сохраняет, да, и потом в течение пяти минут... Попробую, потому что мне не даёт Инстаграм сохранить, но, по крайней мере, в Ютубе он точно будет сохранён, потому что в Ютубе сейчас идёт тоже трансляция, вот ребята пишут, и здесь пишут, что из Тюмени, привет, ребят, привет из Тюмени, и Жанночка пишет, что круглосуточно хороша, Римма, шикарная прическа, потрясающе выглядишь, и Марат, как всегда, меня радует, все знают, это восьмое чудо света, она мечта поэта, она дыхание лета, прям вообще. Я не знаю, можно я скажу пока, Светочка скромненькая, конечно, да, она там сказала, что там всё, да, мы действительно, вот то, что там описание, мы сегодня нескромно разместием в школе автономии, уж тогда, ребят, потому что, знаете как, я поняла одно, когда мы кого-то хвалим и восторгаемся, даём комплименты, дарим комплименты, делимся с ними, да, к нам потом тоже и самое приходит, и поэтому, когда меня хвалят, вы знаете, я молодею, мои хорошие, мне это очень важно, у меня появилась путеводная звезда, я стала видеть эти огромные горизонты, которые, может быть, ещё полгода я даже и боялась представить, Светочка, я тебя благодарю, я хочу тоже успеть сказать благодарность, потому что у меня сегодня просто, у меня, знаете, у меня вот такие какие-то вот эти ходили, тут ходуны такие, я не знаю, вот эти вот, я не знаю, какой этих вот умельниц, вот эти вот лопасти, вот, у меня просто всё там так переваривает, переваривает, и всё вынесло, он просто сейчас время пришло, называется, сегодня, вот девиз моего вечера уже время пришло, и вот на самом деле пора объединяться, и все мы мастера, вот это мне идёт вообще одинаково, все мастера, потому что, что я увидела на ретрите, что я вижу, какие наши, благодарим за сердечки, какие наши все участники, чата школы автономии, Боже, это просто все маги и мастера, друзья, вы все достойны такого уважения, просто нереального, и то, что одержим, это мы просто уже давно в одной семье, вот, я больше не буду говорить, потому что у нас будет время, время в зуме, и ссылка будет. Да, ещё хочу вам сказать, что очень важно знать, что в нашем пространстве нет никакой конкуренции, в нашем пространстве каждый важен, каждый индивидуален, каждый занимает своё место, и если кто-то думает, что ему неинтересен опыт, потому что его кто-то уже сказал, это неправда, ваш опыт, он индивидуальный, он гениальный, он особенный, он единственный, нет никакой конкуренции, у нас её точно нет, поэтому мы всё едино, и мы вот, насколько это возможно, вот это вот сделать, вот это вот наше единение, мы, конечно же, приложим все силы, чтобы это было вот всё в едином, в огромном поле, в поле любви, в поле лёгкости, изобилия. Ребят, я две секунды, Светочка, попёрла, так вообще, так как у нас пошло объединение, у нас есть очень опытные автономы и люди, которые давно заинтересованы в нашем объединении всех, наша задача только вот держаться, знаете, в любви, радости и взаимоподдержке, потому что вот мы можем переживать всякие процессы, где там нам, скажем, не алё, не очень хорошо, но то, что сейчас у нас раскрывается, я уже вижу, и мы, у нас это и совместные ретриты, совместные поездки, и под одним брендом мы можем делать вообще, нам не обязательно делать под брендом там час, браво, или там браво, там проекты, или там школа автономии, мы можем просто написать там, ну не знаю, я есть, и всё, вот, ну то есть мы что-то такое сделаем, чтобы вот было понятно, что это человеки с большой буквы, вот, и я даже вообще, я просто представляю, что у нас скоро будет, а я молчу, 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 у нас же скоро будет, будет, что мы вместе будем, да, и поэтому это просто гениально, и будет, не знаю, вот все найдут применение уже скоро, поэтому, друзья, хвастайтесь вашими дарами, картинами, которые вы рисуете, играми, игрой в театрах и так далее, не стесняйтесь этого, потому что этим вы заряжаете и заражаете других, вот, ну а если вы кого-то раздражаете этим, то этот человек быстрее будет расти, понимаете? Да, это очень круто тоже. Все, я заканчиваю, я рада всех вас тут ощущать, чувствовать, мои хорошие, и до встречи в 10 часов Москвы сегодня, все в школу автономии, переходим в телеграм-чат, большими буквами школа автономии. Да, я попробую сейчас написать, как он просто называется, так, если у меня получится. Ага, большие. Если у тебя не получится, у меня получится. Натыкаем. Ну, по-русски, друзья, школа автономии по-русски, потому что, прям все буквы большие, все, вот, и, да, вообще, я, знаете, сегодня в Zoom-е будет возможность, я пригласила тех ребят, которые были с нами, Светочка, и которых ты еще, может быть, не успела увидеть, а не кто-то там где-то, не успели все пойти, все стеснялись, все смотрели. Ребята, я тоже себя ощутила звездой эфира, вы знаете, со мной все здороваются, подходят, у меня начинается взрыв мозга. Римма, здравствуйте, я Татьяна, я вам, я говорю, а какая? Да вот, мы же с вами писали, я со слета сыроедов, там еще что-то. Я говорю, боже, я начинала думать, что я просто ее забыла, и начала сомневаться в своих уже, знаете, здоровых способностях. Вот, и когда каждый там что-то говорит, о, Римма, я вас знаю, вы знаете, это интересно, я теперь понимаю звезд, у них, конечно, большая нагрузка идет, я тут, понимаете ли, только-только загораюсь, вот, ну, в общем, в любом случае, знаете, и в любом возрасте это приятно, мои хорошие. Да, ребятки, все, мы с вами тогда, тоже сейчас буду заканчивать эфир, потому что мы с вами уже почти час, мы в закрытом клубе завтра, не знаю, получится сохранить эфир или нет, и этот, не знаю, получится или нет, но завтра в закрытом клубе мы с вами будем, я буду вам рассказывать, как мы будем готовиться к мини-марафону по замасливанию, то есть перед тем, как замаслиться, нужно подготовиться, и это очень важный момент, я вам как раз завтра это все расскажу, а в четверг у нас с вами будет в Zoom на Автополстар эфир, и в пятницу я попробую, давайте сделаем, попробуем эфир в школе автономии в Телеграм, потому что если совсем мне не даст выходить Инстаграм по каким-то причинам по своим, вот, то мы с вами будем потихонечку искать другие площадки и попробуем сделать эфир в школе автономии, у нас там как раз уже много народу. Я еще забыла сказать, что у нас появились партнеры, медиапартнеры, ребята, которые из соседнего родового поселения, и мы также переговорили, что нам нечего делить, мы объединяемся, и они за то, за это, и они очень хорошо тоже, вот мы друг друга сейчас начинаем, как это, постить, да, лайкать, вот, и знаете, поэтому у нас есть другие возможности, в конце концов, и Ютуб также, слава Богу, и все это, я думаю, временно, ты знаешь, это время, которое нужно пережить, но в любом случае у нас есть площадки, где мы можем найтись, вот, все, хорошо. Всем привет, кто смотрел, нашим гостям, из Ведруссии также, всего доброго. Я не знаю, как отключить все это. А крестик в верхнем правом уголочке? Я знаю, еще я его не вижу, потому что его нет, вот, бывает так, у меня очень... Значит, сиди, я скоро заканчивать буду. Так, вопрос. Замасливание по Диме Лапшинову. Ребят, я правда, вот, я, такая темнота, я никого из практиков не смотрела и не знаю. И я Диму Лапшинову по имени и фамилии узнала только совсем недавно, поэтому, нет, замасливание не по Диме Лапшинову, а как я это делала, как я это чувствовала, я делала несколько заходов, я вам расскажу просто свой опыт, насколько он вам зайдет. Есть независимая площадка без цензуры «Бастион». Посмотрим, хорошо. Сухие дни рулят, проверял, класс. Вот. Так что, ребята, готовьте свои вопросы, постараемся, пока мы не уехали с 14 по 19 февраля, там, возможно, у нас не получится совсем уж эфиров, потому что будем в процессе, но до 14 и после 19 опять так же возобновим эфиры, так что не теряйте, а здесь, если какие-то будут у нас недопонимания с Инстаграмом, то в Телеграме, в Телеграме я есть, в Ютубе я есть, поэтому не теряйте. Всем огромное спасибо, что были сегодня с нами, огромное спасибо, столько всего приятного сегодня написали, благодарю вас, девочки, за эфир, Жанночка, благодарю, Казахстан, всего доброго, ой, прям вообще, все, 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 всем спасибо огромное, ребят, я вас всех очень ценю, очень люблю, и мне очень, конечно же, приятно, что столько народу собирается на эфир, с каждым разом все больше, значит, значит, мы делаем то, что нужно, значит, идем туда, куда нужно, всех обнимаю, и сегодня тогда до вечера еще раз встретимся.